Дыма Филина, книга 4, страница 636 Надгробные песнопения В объятиях у матерей умирает любимые ими дети Младенцы вместе с породившей их утробы вянут как цветы Безмолвно лежит матерь, на лоне у нее грудной младенец лобзает ее И, ласкаясь к ней, играет ее волосами и плетениями их Кличет ее лепещущим своим языком, но она молчит Не поет ему колыбельных песен, не дает горячих лобзаний Куда же сокрылся в ней этот источник несказанной матерней любви? Почему говорливые прежде уста теперь не лобзают плода чрева своего? Что не укорите вы, подруги, эту безжалостную матерь? Младенец у ней на груди, а она и не взглянет на него Почему не скажете ей, как жестока ты, подруга? Не видишь разве что это плод твоего чрева Тот самый, который девять месяцев носила ты в своей утробе? Не видишь разве что это тот самый, для кого имела ты мужа? Заботилась об устройстве дома, чтобы стать его матерью И оставить по себе семя, наследника своему имению? Для чего же, родив его, отвергаешь и презираешь свое детище? Почему уста твои не лобзают его, когда обзивается он около шеи твоей? Простри к нему руки свои, не имеющие любви матерь Обними владенца своего, вложи сосы свои в уста ему Облобызая его с любовью О, невыразимое горе! В очах наших и слез нет, и уста наши заключились для болезненных воплей Мертвы владетели домов, вместо мужа сосоделались с домы Но никто не подумает, что и его дом потерпит ту же участь Оставлено богатство, не стало кому обладать им Отец умер, и сын лежит распростерт И младенец мертв, и матерь его бездыханна Для чего же мы столько заботимся о жизни, исполненной горести и бедствии? А не поспешим прежде всего найти себе гроб, исподобиться погребения? Кто отнесет и предаст нас земле, если помедлим еще немного? Много погибло народа, опустили жилища, не стало в них людей Пойдите на улицы и посмотрите на этот длинный ряд одров На ужас зрителям кучами лежат тлеющие тела Кто, подобно нам, видел когда такое зрелище, бедствие и ужасу? Переломилась у пишущего трость, и навзничь опрокинулась книга На одном одре выносят на погребение двоих и троих учеников Упал духом учитель, потеряли рассудок родители Девы в своих нарядах, невесты в венцах, женихи, юноши и дети Подобно стаду овец идут в шеол Целомудренные, безвыходно укрывавшиеся в домах Брошены, подобно бессловесным, некому взять и предать их погребению Утомились погребающие, никто не позаботится о ближнем Подлинно настало время, чтоб псы и звери стали для нас гробами Воззенем же руки к небу и с воздыханиями будем называть ко Господу Не предай гибели, Господи, тела непотребных рабов Твоих Не предай их в добычу кровожадным псам и птицам небесным Не попусти, чтобы изукрашенные женихи и невесты с позором повергаемы были на земле И вместо того, чтобы величайся убранством и плетениями волос, стали пищей зверей Не попусти, чтобы почтенные старцы и старицы лежали на улицах И как уметы попираемы были проходящими Воззохнем, видите, и обличемся скорби и сокрушением Призовем себе на помощь щедроты, пока не померк еще светильник наш Хвала тебе, Отец и Сын, от мертвых и от живых Славословие Духу Святому во все времена Аминь, аминь 64. На кончину подвижника Блажен, братья, кто знает смертность свою и уготавляет себе на пути к вечному отшествию Блажен и ты, потому что удалился от всего приходящего мира И на небеси приобретал себе сокровища добрых дел своих В тот день, в который сотворишь ты отмщение всякому согрешившему И меня, как разбойника, помилую ради креста твоего В тот день, в который придет небесный царь Возбудит тебя от сна и облечет славою Смерть возлюбленная причинила мне скорбь Потому что разлучила меня с сонмами вашими и разлучила навек Цевница твоя, которая словословие теперь прекратилась в горнем Иерусалиме Будет воспевать хвалебную песню Не отврати, Господи, лица твоего, отрабатывая его в тот последний день Когда будет судить величие твое Христос не презрит подвигов твоих За здешние труды твои он возвеличит тебя там Кто, братья, не придет в ужас в той стране Где каждый, как написано, получит по трудам своим Да воссияет на мне слава твоя в день пришествия твоего И да сподобит меня царство твоего вместе с возлюбившими тебя праведниками Благость твоя, упование сетующих и утешение скорбящих Да покроет меня грешного Та надежда Какую день и ночь имел ты пред очами В день воскресенья припроводит тебя в Эдем Помощником моим спаситель мой будет И в то время, когда воссияют щедроты твои Чтобы им не восстать и прославить благость твою С праведниками, которые прославились И с мучениками, которые получили венцы Да узрим тебя в утро сие, чтобы вознести хвалу Шестьдесят пять Увещание к покаянию и исправлению жизни Принесите смертное благодарение сыну, избавившему нас от рабства В каком содержала нас смерть за грехи наши Он запретил смерти Не шел в шеол Воздвиг умерших из гробов Их И кто в состоянии воздать ему за благость его к нашему смертному роду Притеките к покаянию, грешники Потому что мир сеть светет недолго И скоро приходит Блажены кающиеся Суд ожидает грешников, которые не творили дел праведных Если будешь судить по правде твоей, Господи То кому можно оправдаться на суде? Не будем возлагать надежду на богатство и на достоинство Не избавят они от смерти и от вечного огня Надежда наша добудет на Бога В руках Которого и смерть наша, и жизнь наша Он да спасет нас от тьмы, уготованной, делающим злое Не будем губить для себя жизнь вечную И прилеплять все к жизни приходящей Которую не можем обладать вечно Какая польза человеку, если приобретет весь мир Душу же свою вернет в гиенну неугасающую Которой нет и конца Будем делами своими благоугождать Царю Христу, которому видимо сокровенное наше И открыты помышления наши, чтобы не обрел он нас Погруженными в беспечность, погрязшими в похотях И не сказал, не знаю вас, отойдите от меня, делающие беззаконие Пока мы еще в этом приходящем мире И пока отверстся дверь щедрот и оставление грехов Умилостивим правду обращением своим от худого к доброму И тем избавимся от страшного суда На котором жестокие истязания И после которого Нескончаемые мучения Спаситель наш в Евангелии своем открыл И предвозвестил нам и вечность мучений И блаженство бесконечной жизни Несчестивые и презиравшие закон будут поставлены слева А праведников, сохранивших закон Поставит он справа себя во славе Умоляем благость Твою Христе, Царю Не помяни беззакония рабов Твоих Которые прияли на себя таинство плоти Твоей А надо защитить нас в день воскресения И избавимся от гиенны На крылах Духа Святого вместе с праведниками Да вознесемся на высоту небесную Воссретение Тебе Взываем к благости Твоей Умоляем правду Твою, Господи, наш Иисусе По милосердию Своему оставь нам вины наши Когда поставлен будет престол суда Твоего Сам Ты обетовал, что всякому, исповедавшему Тебя пред человеками Явишься Ты милосердным И исповедуешь Его преднебесным Отцом Твоим И перед всеми ангелами Воспомянул я одни суда Твоего Христе И принес покаяние во грехах своих Ибо знаю, что там не найду уже прощения Да не буду же вернут в тот день в огонь В котором мучатся нечестивые Сподоби меня оставление грехов И того блаженства, какое вкушают все святые Шестьдесят шесть Надежда воскресения Исповеду моя, час смертный Скончались в вере дни жизни моей Когда угодно сие стало Тебе, Христе, Царю Послал Ты повеление с высоты святилища Твоего И приял дух мой С миром упокой меня ныне В светлом чертоге Царства Твоего Придет время, что тленное сие обличется Не ветшающее и неисплевающее Вечно жив тот, кто сотворил и возвиг сие тленное из ничего По его животворящему глазу Воскреснет оно из гроба для Царства Изволение Твое украсило нас Как благоугодно Тебе было Образовал Ты нас и нарек образом Твоим Но заповедь о древе убила меня Смерть ввергла в плене члены мои Теперь на то единственного уповая Что сотворивший меня щедроты Помилует меня По животворящему глазу сына Воскреснет обвечавшая и сотлевшая плоть Нетленными восстанут мертвые Превратится владычество Прекратится владычество смерти Все святые поругаются над нею И скажут Где держава Твоя В пришествии Царя Христа При гласе Божьем и трубе Архангела Во мгновение ока воскреснут мертвые Из гробов своих Нетленными И блажен кто с открытым лицом Предстанет на суд И тела ожидает И души желают явления Царя Христа Чтобы когда воскреснет тело И облечется в прежний свой образ И душа возвратилась И воспела благодарственную песню Принесем хвалу Отцу Который по изволению Своему Образовал нас из праха Принесем благодарение Сыну Его Иисусу Который пришел и спас нас крестом своим Воскликнем Аллилуйя Духу Святому Воскресителю умерших Проповедник истины подобием семени Посрамляет сомневающегося Воскресения Безумные Что ты сеешь Не оживет Если не умрет Поэтому смерть есть вождь Пролагающий путь к Царству Страшусь, Господи Чтобы грехи мои Не соделали для меня преграды И не возбронили мне вход В небесное Царство Уготованное всем праведникам Избавь меня только От гиены И всели в стране В какой тебе угодно С Адама Началась смерть И течение Простерлось до Христа Христос упразднил державу ее Отнял жало у греха И во всех родах проповедуется Что смерть во Христе Побеждена человечеством Благословен Христос Который уничтожил тебя Вкусил и уничижил себя И вкусил смерть для нашего спасения Посетил Адама в обители мертвых Обетовал ему Царство И придет воскресить Из праха чад Адамовых Любовью к приходящей жизни Связана между собой Тело и душа И когда приближается День кончины и разлучения Друг с другом Плачут они друг о друге И просят щедрот и помилования Шестьдесят семь На кончину умершего С твердой верою В воскресение мертвых Со всеми святыми Твоими дух раба Твоего Христе Царю У покоя в мире Где ни царствует ни скорбь Ни печаль, ни болезни И где обетованная Вечная жизнь Надежда наша на Бога Сотворившего правоца Нашего Адама Бог упования наше И в смерти И в жизни Ничто не вечно Ничто не Не доставляет упокоения Ты по благости Твоей Воскреси И оживотвори меня Благи По любви своей Над всеми тварями Возвеличил сотворенный Благости И его образ Поскольку же смерть Подвергла тлению Члена его То обещанному Жизни воскресения Тогда облечется Он славою Воздать благодарение Не скорби о том Что ты почил Он возбудит Воскресение Спаситель наш Дал такое обетование Всякий верующий В меня Если умрет А живет Я воскрешу его В жизнь вечную В день воскресения Блаженный Павел Вызывает Подобавит Тленному Сему Облечься В нетление Творческая сила Обновит Его образ Святые С небесными силами Воспорят На высоту Воскресение Господу нашему Когда придет Он С ним Войдут они В брачный чертог Приять награды Свои В стране Жизни Которая Выше Всякого Страха По твоему Повелению Душа Разлучается С телом Чтобы вознестись Ей в ту Житницу Жизни Где все Святые Ожидают Великого Дня Твоего Надеясь Тот Облечься Славою И воздать Тебе Благодарение Райское И всякий Христе Царь 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 Слава И Господь Вопраке Будем Усилие Царь Днявших Заповеди Опустела Царь И нет Никакой Никакой Надежды Царь Правда Состав Нас Храмом Твоим Не оставь Жи нас В руках Убийцы Нашего Который По ненависти Своей Низложил И незрину Нас В ненавистный Шеол Владыше Стоит Над нами Проклятая Смерть Она Стережет Двери Чтобы Не было Нам Выхода И Не оставалось Никакой Надежды Ты Господи Пошли С высоты Своей Возлюбленного Своего И Глазом Своим Сокрушит Он Врата Тьмы Низложит Врага Нашего И Восставит Нас Падших Блаженны Те Домоприставники Которые Сохранили Данный Им Залог Употребили В дело Вверенные Им Таланты И Возвратили Их С лихвою Великий День Откровения Когда При Праведный Господь Всех Добрых Рабов Поставит Он Одесную Себя Сотворивших И Сохранивших Слово Его И Великой Славе Возрадуются Они Вместе С Ангелами В Чертоге Жизни Тем Которые Посвящены Тебе Господи Наш Сила Твоя Поможет Стать Бдительными Рабами Непостыдно С горящими Светильниками Ожидать Твоего Пришествия И Войти В этот день Упокоишься От трудов Своих И Ты Мужественный Подвижник Который Вступив В борьбу Вышел Из нее С победою Скончал Течение Свою Веру Свою Соблю Непоколебимую Сын Божий Вознаградит Тебя В великий День Испытания Когда Придет Он С высоты Избавить Нас Умилостивительные За нас Жертвы Да Будет Твоя Молитва Твое Моление В этот день Когда Приидет Господь Твой Воззовет И Воскресит Он Тебя Примите Чадо Отеческое Наставление И завещание Небесных Благ Которое От Господа И не Изменится Мир Сей Разорится Приятности Его Подобны Сну Вечная Жизнь Ожидает Только Тех Которые Прияли Залог И При конце В день Явления Великого Царя Изыдут Восретение Ему Таковым Возвещены Блаженства Нескончаемые Не Лишите Меня Радости Возлюбленные Мои Ходите Все Воистине И В здравом Учении Чтобы Когда Узрите Лицо Женихова Возвеселиться Мне О чадах Своих Примите Братья Слово Господа Нашего И Старайтесь В чистоте Соблюдши Жизнь Свою Перейти Из мира Сего В мир Неприходящий Господь Нахявит Щедроты Своих Тем Которые Стали Близкими К Нему И Возлюбили Славы Его И Великий День Облечет Славой Тела Их Не Не Изъяснимо Это Как глава Христос соделает народ свой сообразным совершенству своему. Там первородные чадо церкви будут утешены вечными небесными благами, какие по любви своей уготовал им Христос. И войдут в царство его в тот день, когда явится он нам. Вот, сокровища мои остаются, а я иду назад. Оставили меня стяжания мои. Отлетела от меня жизнь, и ее уже нет. Слава и богатство проводили меня до дверей гроба, но не сопровождают меня. Близни мои презрели меня, отошли прочь, и теперь далеко от меня. Жена моя и дети мои с ужасом убежали от мрака, покрывшего лицо мое, потому что увидели меня уже не в славе мира. Придите все сильные, посмотрите на великость перемены, и если увидите из себе скверные грехи, то постарайтесь избежать огня. Ты, Господи наш, надежда всякого человека. Тебе обретается жизнь губимых смертью. Умершие не погибают там. По твоему повелению почившие восстанут во мгновение ока. Животворящее слово уст твоих пробудет их от болезни их. Возблистают они славой, подобно лучам утренней звезды. Не будут тревожить их страстные пожелания. И я совлекусь скверн своих. Даром да приму по благости Твоей дар Твой. И когда чувства мои Ты восставишь славою, да сподоблюсь царствия Твоего. Не по гневу Твоему, Господи, наказывай меня. И не по ярости Твоей скончивается и приходит жизнь наша. И остаемся мы ни с чем. Смертный предел полагается нам ради грехов наших, для того, чтобы не грешили мы более. В конце же времен явится Господь наш Иисус. И воскресит тела наши и тех, которые прославились трудами своими. Вознесет Царство свое, чтобы не оставались они на земле проклятых. Умудримся здесь, чтобы, когда воссияет слава Господня, вместе с Господом войти в Царство Его и войти в чертог Его утешить. Великий ужас об иметь тварь в пришествие царя-победителя. Он воскрешал мертвых из гробов, отвердал отче слепым, очищал прокаженных, победил смерть и сатану, освободил род наш от рабства. Восстал из гроба и вошел на небо к пославшему Его, и снова придет с великой славой, окруженной сонмами всех духов. И как обетовал в Евангелии своем ученикам своим, с ним войдут они и соделаются наследниками чертога. Семьдесят молитвенной песни воскресителю мертвых Богу. Возвеселился я, когда сказали, что Господь наш воскресит всех умерших, всех скончавшихся в надежде. Благословен тот, кто содел смерть неподсудны, и она рано берет и добрых, и злых. Душа, для которой прибежищем был крест Твой, да узрит милость Твою в день пришествия Твоего. Меня не было, и Ты создал меня из праха. Ныне почил я. Воскреси меня, да славлю Тебя. Ты, Христе, Царю наш, не шел с высоты, воскрешаешь мертвых, восставляешь тех, которые во гробах. Воскреси, Сыне Божий, всех умерших из среды нас, и славой облеки их во Царстве Твоем. По глазу Сына распадутся гробы, восстанут мертвые и воспоют хвалу. Новое солнце воссияет над умершими, и из гробов Своих вознесут они хвалу Христу. Христос, снисходивший для нашего искупления, придет и для нашего воскресения. Помилуй меня, животвори меня. Отпусти мне, долги мои, да увижу милосердие Твое в день пришествия Твоего. Исполнилась воля Твоя, повеление Твое исхитило меня отсюда. По щедротам Твоим воскреси меня, да восстану и прославлю Тебя. Благословен Христос, воскресивший мертвенность нашу и обетовавший жизнью упование скончавшимся. Прославим и поклонимся Сыну, который избавил нас от рабства человека-убийцы смерти. Ты, Отче, сотворивший меня в начале из праха, помилуй и оживотвори меня, да прославлю благость Твою. Хвала Тебе, Иисусе Спаситель наш, в Твоих руках смерть и в Твоей воле жизнь. Хвала Отцу, славословия Сыну и Духу Святому, воскрешающему нас. Он упразднил смерть, обетовал воскресенье, и все праведники восстанут во славе. Веру его Отца, славословлю Сына, поклоняясь Духу, моему воскресителю. Молитва об избавлении града от угрожающей ему гибели. Воскреси меня, Царю Христе, Спаситель наш, в день пришествия Твоего. Поставь меня, Одесну и Тебя, в день явления величия Твоего. Поклоняемся, Господи, Кресту Твоему. Им же воздвиг нас, им воскресил нас, им воскрешены будут умершие, и облекутся славой тела их. Очи мои исчезают во спасении Твоем. Не оставь меня, Господи наш, в Шеоле, ибо Ты – надежда преданных погребению. Глаз Сына воскресит Адама, почивающего в опрахе, и облечет его славой не на земле обетования, но на небесах. Праведники, как громы, и апостолы, как трубы, возглашают, что вожделенный мир сей приходит. Покайтесь и спасайтесь, грешники. Проповедано у пророков воскресение наше, у апостолов воздаяние, во Евангелии Господа нашего, путь проложенный в Царство. Вся вселенная да преклонит пред Тобою колени, да поклонится Тебе всякий язык, и да исповедует имя Твое, ибо Ты – воскреситель умерших, упование всех, которые во гробах. Душа моя возрадуется о Боге, и все кости мои скажут, Господи, по благости Твоей оживотвори меня. Души наши взывают к Тебе вечно живые и неумирающие. Постигла нас смерть Твоему неведенью, Господи, всереденью, Господи, известны страдания наши. Грехи наши, умертвившие нас в Эдеме, и ныне понуждают нас в опиять и непрестанно умолять правду Твою, Господи, чтобы защитила нас смертность. Да не погибнем, Господи, потому что согрешили мы, ибо Ты отпускаешь грехи. Не оставь детей наших, сиротами и старцев, в бесславии и в бедствии. Смерть, Господи, всегда смерть, и обличает виновность дел наших, а от нее только избавь нас, потому что она исполнена гнева и ярости. Град, в котором прославляется величие Твое, и повсюду проповедуются спасительные учения. Да не будет поглощающим Содомом, который потребил людей в огне. Заградил устанье насытной смерти, милосердный, человеколюбивый Господи. Заключи крепкие врата ее, чтобы она, лишившись сил, истребить род наш. Соделась под ножем ног наших. Да не отринет жизнь наш умановением Твоим, защити нас по любви Твоей. Да усердно мы послужим Тебе, 72, на кончину благочестивого собрата. Всегда приятны Тебе, мудрые девы, которые светильники Свои наполнили чистым елеем добрых дел. Брачный чертог уготован на небесах непорочным и святым ученикам за труды, перенесенные ими здесь. Насладятся они блаженством там, в Эдеме. Поминайте меня, возлюбленные, в молитвах во святом храме, хотя причастен я всякой скверни, но не примешивав скверны к правой вере. На кончину умершего во время землетрясений и оязвах. Пусто жилища, оставленные обитателями, и без надзора стоят домы. В скорби и тела, в мучениях разлучаются люди с жизнью. Животворящий крест Спасителя, в котором спасены мы от смерти, засохранит всю тварь от всякого вреда и от всякой неприязни. Отче, в наследие возлюбленного Сына Твоего, запечатлевший нас истинною Твоею, как залог, сохрани жизнь нашу в теле, созданном руками Твоими. С горькими слезами умоляем, не презри молитвы нашей, пощади праведный по-обычному Тебе милосердие и дары избавления рабам Твоим. Христос Воскреситель со славой не идет с высоты оживотворить мертвых. Воздать сущим во гробах. Ся до перстного Адама, все вместе восстанут и воздадут хвалу Воскресителю мертвых. Да не печалятся сердца ваши смертные. Приидит день Господень, возвеселит и пробудит нас, почивших. Хранители подвигнутся с Господом, и ангелы возвеселятся в день воскресения. Да не скорбит душа ваша, искупленная крестом и призванная в Царство. Придет день Господень, даст глаз в Шиоле, и мертвые восстанут и воздадут хвалу. Воздадим славу и поклонимся Иисусу Божию Слову, который по любви своей пришел и спас нас Крестом Своим. И снова придет и воскресит чад Адамовых в великий день, когда воссияет величие Его. Кто избавит нас от этого страстного тела, пленника смерти, раба греха? Благодарение Творцу, который по любви своей даровал нам победу и искупил род наш смертью возлюбленного Своего. Не скорбите смертные об истлении Своем. Царь Христос воссияет с высоты и всесильным манием Своим воскресит мертвых во гробах и обречет их славой во Царстве. Если смерть воцарилась и погубила естество наше, потому что Адам согрешил и приступил заповедь, то не тем ли более оправдаемся мы страданиями Христа, победившего смерть и оправдавшего естество наше? Надежды и утешения даровал Господь наш скончавшимся, ибо Сам Он восстал из гроба, победил смерть, обетовал нам воскресение и жизнь, ущедрил великими благами Адама и всех чад его. Согрешили мы пред Тобою, и отяготела над нами наказание, гнев Твой поражает всех нас. Сам Господи умилостиви за нас правду Твою, и удали поражающий нас меч. Ты помощь наша, Тебя призываем непрестанно, пощади нас, падших милосердый Господи наш, и в Церкви сокровищницы спасительных врачеств, даруй нам воспевать хвалу, подобающую Твоей троичности. По причине грехов наших поколебалась земля во дни наших, потому что умножилась неправда наша, велико стало противление наше. Обратимся же к покаянию и щедроты Твоей, да умилостивить Тебя за нас виновных, чтобы не подвергнуться нам осуждению на суде правды. Если благость Твоя не защитит нас на суде, то не в силах род наш умолить за грехи свои. Известно Тебе, Христе, Спаситель наш, состояние естества нашего. Прости нам вины наши, человеколюбец. Избавь меня от алчной смерти, Иисусе, Спаситель наш, чтобы не ввергла она меня в обитель Шаола. Помилуй, Господи, меня, утесненного, да притеснители мои предстанут на суд. Раб же Твой да возвеселится, ибо Ты — моя надежда и помощь. Спаситель наш Иисус, учай истине, проложил нам путь, ведущий к небу, сказал, что сердце Ваше да не будет на земле. Возненавидьте лукавство и наследуйте жизнь. Конец близок, а я не уготовил себе на путия. Куда уйду от взаимодавца? Придите, будем умолять Его, вознесем к Нему молитвенный глаз, да явятся нам щедроты Его на суде. Свет Спасителя нашего сиял в Шаоле и воскресил умерших. Они восстали, облеклись в жизнь, принесли хвалу, вошли в оград и облечили всех распинателей. Покайтесь, и вы, грешники, пока не осуждены. Будем просить и умолять Иисуса. Стоявится на нас щедроты Его, да отверзнет Он нам великую сокровищницу крестных страданий. Водрузит в сердцах наших совершенную и твердую любовь к Нему. И будем всегда укрываться под крылами Его. Господи Боже, Господь смерти и исшествия нашего, кроткий Дух Твой путем жизни да переведет меня в царство во время пришествия Твоего. Благословен Христос, Который уничижил Себя, вкусил смерть и даровал нам плоть и кровь Свою, воскресил Адама и чад Его и спас крестом Своим. Возвадим благодарение и поклонимся Христу, Который воскресил нас, пришел и спас нас крестом Своим, и снова придет воскресить чад Адамовых. Глаз, воззвавший Лазаря из гроба, воззовет и тебя, и воскресит, и поставит Одесную в день величия Его. Вся до Адамов, воскликните сыну Асанна, воспойте ему хвалебные песни, ибо Он воскреситель всех умерших. Веровал я в Отца, исповедовал Сына и Духа Святого, сии три имени да будут для меня путем в жизни стезею к царству. Тягостен и страшен день явления Твоего, Спаситель наш. В сей день по глазу Твоему восстанут мертвые из гробов своих. Сокрушатся двери Шиола, пробудется почивавшие во прахе. Горька смерть, тягостен день кончины. Он разлучает брата с братом, родителей лишает сообщества с их возлюбленными. Поминайте меня, возлюбленные мои, во святилище. Ускорила смерть, пресекла жизнь мою, разрушила образ мимой. Низложила и повергла меня во гроб. Все люди, восхвалите Христа, который по великим щедротам своим пришел и спас нас крестом своим, даровал Адаму жизнь и обещал ему царство. Исхитила меня смерть и ввергла в ненасытный шеолх. Напал на меня великий трепет, ужасом объят умой, разлучена душа и тело. Непродолжительное и кратко время, какое проводим в мире всем. Покайтесь, грешники. Придет смерть, которая не принимает даров, равно исхищает и богатых, и бедных. Страница шестьсот шестьдесят шесть. Хвала и славословие Отцу, сотворившему нас, Сыну, спасшему нас крестом своим, и Духу-утешителю, всехвальной, непостижимой Троице, воскрешающей умерших и облекающей славой тела их. По твоему изволению сотворен я, и как угодно было тебе создал и образовал ты меня из персти по образу и по подобию твоему. И теперь, после того, как за грех мой оставил ты меня, возврати меня к жизни, да восстану и прославлю тебя. По твоему повелению воскреснут чадо перстного Адама, восстанут из гробов своих, будут введены в страну жизни, и вознесут хвалу и славословие Отцу, и Сыну, и Духу Святому. Честным крестом своим даровал ты жизнь уверовавшим в тебя, спас их от грехов, и поставил их, одеснуя себя. И нас, которые славословили крест твой, возврати к жизни, да восстанем и прославим тебя. Воздадим благодарение и поклонимся Иисусу, нашему Царю-победителю, Который пришел в явление величия своего и спас нас крестом своим, и снова придет воскресить чадо перстного Адама. Щедроты благости твоей, Спаситель наш, придут на помощь ко мне, потому что пленила меня алчная смерть, разрушила состав мой, вместе с телом погубила и душу, и низвергла меня во гроб. 76. Молитва умирающего Богу, Воскресителю мертвых. Все, скончавшиеся, восстанут по глазу трубы и воспоют хвалу Отцу и Сыну и Духу, Святому Воскресителю тел их. Отче, сотворивший Адама из праха, Сыне крестом своим избавивший чад Адамовых от погибели, воскреси меня и поставь одеснуя тебя, я дословословлю имя Твое. Тебе поклоняемся, Христе, Спаситель наш. Ты, Воскреситель и Спаситель всех скончавшихся, которые крестились во имя Твое, исповедовали крест Твой и смерть Твою. Благословен Христос, Который чадом Адамовым обетовал жизнь и воскресение в день явления Своего. Поставь же Его среди святых благоугодивших Тебе. Хвала Тебе воскресеньем Своим, всему роду смертных даровал Ты надежду жизни и воскресение. Тебе возносим хвалу и мы. Ты, Воскреситель всякой плоти. Приближается время отшествия моего, и никто не силен избавить меня от убийцы, кроме мановения Твоего, Господи наш, Воскреситель скончавшийся. Славословки и хвалитесь, смертные того, кто своей смертью упразднил державу смерти и всему роду смертных обетовал жизнь и воскресение. Душа, искавшая прибежище в кресте Твоем, наследница вечного неприходящего сокровища, да хвалит и словословит Тебя вместе с духами, к сонмам которых она причислена. Достопоклоняем Бог, пославший единородного Своего Сына. Он спас род наш от смерти и сатаны. Сидит одизнуя Отца Своего, и всем испрашивает щедрот. По преступлении заповеди первым Адамом Отцом нашим оцарилась смерть и губит всех тяд Его. Христос же! Вторым Адамом Христом они оправданы и прияли в наследие жизнь. Благословен Бог, пославший возлюбленного Своего. Он спас род наш от рабства, смерти и сатаны. Сидит одизнуя Отца Своего, и всем испрашивает щедрот. Семьдесят семь. Глазом хваления взывает скончавшаяся из гробов своих, и говорят «Хвала Богу, воскрешающему нас из праха!» За преступление заповеди, сокрушенную смертью Адаму плоть, и распленный Его образ воскресит и поставит одизнуя себя Христос. Укрепитесь духом смертное! Христос обетовал воскресение Адамовым тядом. По глазу Его пробудятся почившие и воспоют хвалу. Поклоняемся Кресту Твоему, Которым восставил и воскресил Ты нас, и Которым воскрешен и будет из гробов умерше, и тела их облекутся в славу. Хвала Тебе, Который вначале естество наше сотворил по образу Своему, исподобил Его честь, и напоследок же дней спас Его через Сына Своего возлюбленного. Благословен Христос, Который уничижил Себя ради Адама, по изволению Своему вкусил смерть, чтобы возвратить Адаму наследие утраченного им рая. Крестом Твоим, Спаситель наш, погибший род Адамов приял обновление, воскрешен из праха и саделся наследником царства. Воздадим хвалу Отцу, Сыну и Духу Святому в трех лицах и именах единому Богу, воскресителю, чад Адамовых. 78. На кончину почившего собрата. Закон Твой возлюбил, сохранил заповеди Твои, но злокозненный воздвиг на меня брань и победил меня лукавый. За вины мои обратился я во прах. Да воззавезли воскресит меня глаз Твой. Адамом в раю сорванный плод садел меня повинным умереть за грехи мои. Но воссиял рожденная Дева Мария оправдал меня и даровал мне жизнь по благости своей. Воззови к жизни раба Твоего, Христе, в пришествие Твое, ибо Ты один милосердь к грешникам. Воспомянул я день кончины и восстинал увидел, как много умерших, что открылось взору всякого. У милосердиясь надо мной человеколюбец. В день, когда отвертся гробы умерших, возгласит труба, возгренит глаз ее, великий трепет и ужас обымет вселенную. Все ангелы не зайдут по Твоему повелению, разлучат добрых и злых, явятся огненные облака и понесут на себе чистые плоти святых. В этот день и на мне доявятся щедроты Твои и достану одесную Тебя, благие Господи, и буду помилован. Сошел я мыслью в Шиол, видитесь пление наше, и рассмотрев, что окрыс его, что в нем и вне его, воззвал, не отвратись от раба Твоего, Господи, и сказал с Иезекией, не похвалят Тебя все сошедшие во ад и не умершие возблагословят Тебя. Воскреси, Господи, погибшего, да воздам хвалу владычеству Твоему. Не изложи лукавого, который радовался мне в день скорби, и помилуй меня, потому что на Тебя возлагал я упование. Суд без милости при конце ожидает тех, которые согрешили и не покаялись в лукавых делах своих, а творившие правду и хранившие заповеди Господа Своего примут от Него небесное благо, наследует вечную жизнь. Возрадуются там праведники о трудах своих, возвеселятся святые приятых ими наградост. Всех нас всели в брачном чертоге Твоем, милосердный грешникам, помилуй брата нашего и отпусти ему вины его. 79. На память блаженного почившего Иерея. Блажен Дух Твой блаженный, ничто скверно не таилось во плоти Твоей. От юности принес Ты себя Богу, как чистый химиам, и Господь Твой взял Тебя в велелепную страну покоения, к обетованной вечной жизни. 80. В бдении по сей молитве проводил Ты все дни жизни Своей, бурное море перешел Ты мостом терпения, и возлюбленный Тобой Господь отверз Тебе дверь Царства Своего, поставит Тебя, одесную Тебя. 80. От начала до конца трудился Ты, виноградники Господа Твоего, память Твоя да пребудет в род и род, а всем нам допомогают молитвы Твои. 80. Благословен Христос, который соделал Тебя сосудом избранным во славу величества Своего. 80. В пристани Царя Христа упокоиваются все подвязавшиеся, творившие и исполнявшие воли Его, сохранившие все заповеди Его. 81. И мы пойдем по стопам праведников, возлюбивших Христа, чтобы вместе с ними войти в брачный чертог. 81. Со Христом, пострадавшим на кресте, прославлены будут все святые и войдут за труды свои в пристань горнего царства, которое при конце времен со славой явится с высоты. 82. Вместе со Христом вступят в брачный чертог Его. 83. Десница и щедро Твоих, Господи наш, охраняй сей сон мчтителей Твоих, торжественным собранием почтивших память всего непорочного и славного мужа. 84. По молитвам Его мир Твой дацарствует в мире от века до века. 85. По всей стране и во всех концах распространилась слава доблестных дел Его. 85. Многочисленные сонмы потекли и собрались взыскать себе помощи в молитвах Его. 86. Сохрани, Господи, наш сон, сей прославляющий память Его, чтобы всегда воспевали мы Тебе хвалу. 86. Велелепный и преславный чертог на небесах ожидает Тебя, блаженный, 87. Потому что с верою и любовью исполнял Ты волю Господа Своего. 87. Вместе с нами умоляю возлюбленного Тобой Царя Христа, да ущедрит Он души наши. 87. Велелепный и неприходящий чертог и нескончаемое блаженство ожидает Тебя в горних высотах, 87. В стране ангелов, славословящих Господа. 88. Когда явится Господь наш во славе ангелов Своих, 89. В тот день и Тебе дарует Он блаженство на небесах. 89. Велелепный и преславный чертог на небесах ожидает святых, 89. Которые творили дела правды и благоуспешно трудились виноградники Сына. 90. И Тебя, Отец наш, ожидает венец Твой у Господа Твоего в стране, исполненное блаженство. 91. Память Твоя, Отец наш, прославляется в церкви вместе со святыми, и горе на небесах блаженствуешь Те одесную Христа. 91. Молитва Твоя да будет оплотом душам нашим против козни врага. 91. Вот, память Твоя прославляется в церкви, и труд Твой на небесах. 92. Непорочный и святой Иерей, увенчанный за любовь Твою, умоляя избравшего Тебя Господа, и проси у Него щедрот, да мир его царствует в церкви. 93. Сей блаженный был обители смирения и кротости, непорочности и святости, со славой совершил и окончил подвиг свой. 94. Благословен Христос, облегший Его оружием Духа Святого для борьбы со всякими страданиями. 94. Веселятся сонмы сынов неба, ликовствуют человеки и ангелы, в великий день памяти Твоей, непорочный и святой Отец наш. 95. Умоли за нас Христа, да поселит мир свой во вселенной по щедротам своим. 95. Радуются ангелы на небесах, веселятся человеки на земле, и в день памяти Твоей воспевают хвалу Господу Твоему, 96. Который прославил Тебя во брани, садял источником уврачевания для всех злостраждущих, прибежищем для всех скорбящих. 80. Разлучение души с телом. 81. Тебя, Сын Божий, принял я себе в напутие, и когда алкал насыщался Тобой, Спаситель мира, добежит огонь от членов моих, да отгонит его запах плоти и крови Твоей. 81. Крещение да будет для меня неутопающее ладьёю. Тебя, Господи, нажда увижу там в день воскресенья. 81. Душа говорит, в гостинице жила я, и прислал за мной домовладыка. 82. Невозможно мне оставаться в ней доли. Понуждает меня посланной. Выходи из дома своего, оставь это жилище. 83. Итак, оставайся с миром плоть временной жилища, да увижу тебя в радости в день воскресенья. 84. Поспешно пришли, взявшие меня. Я не знал, посланной за мной предстоит уже, а я и не почувствовал. 85. Избави меня, Господи наш, от того осуждения, к какому подпадает дьявол, ненавистник непорочных сынов Твоих. 86. И со святыми Твоими веди меня в царство, да воспою хвалу и прославлю вместе с ними Тебя. 87. Душа договорит телу, как горька та чаша, растворённая смертью, как тяжа к тот час испытания, и то время, когда душа разлучается с телом, 87. В котором обитало, пока угодно это было Господу. 88. Какая скорбь наполнит сердце грешника в тот час, когда Судья Христос воссядет на страшном престоле Своём. 89. Все поколения предстанут пред Ним, и откроются все тайны сердечные. 81. Страшен суд, страшен судья, страшен сей час, блаженково покроет благость Твоя, Господи. 81. На кончину подвижника. 81. Славен и страшен день явления Твоего, когда подвигнешься на широте тверди, двери небесные отверзутся пред величием крепости Твоей. 81. Двери и высоты, и глубины, и тверди сокроет лицо Твое. 82. Знамение Креста Твоего воздвигнет Архангел Гавриил в похвалу и прославление верных сынов Церкви. 83. В похвалении и постыжении язычников и иудеев крепким глазом своим возгласишь Ты, и опустеют недра Шиола. 84. Восстанут мёртвые нетленными, все народы, племена и языки воскликнут «Хвала Тебе!» 84. О, великий день пришествия Твоего! 85. В этот день раздастся грозный глаз. 86. Ангелы не зайдут с места своего и воспоют хвалу Богу. 86. Внезапно пробудятся все почившие и прославят Его хвалебными глазами. 87. Добродетельные войдут с Господом в небесный чертог, а для грешников заключены будут двери Его. 87. Не оставь меня, Господи! 87. Не заключи передо мной великую дверь милосердия Твоего! 87. Хвала Тебе! 88. Усердно почтим всех кончину брата нашего, разусившегося с сонмом нашим. 89. Усердно будем молить милосердного Бога, на руках Которого в руках Его и смерть, и жизнь наша, 89. Чтобы вместе с богоугодившими праведниками ввел в страну света и услышал Он, Господний глаз, приступи, войди и наследуй Вечное Царство, которое Христос, возлюбившим Его избранному, готовил в мире исполненном блаженства. 89. Прискорбна смерть Твоя, горька кончина Твоя, горестна всякому разлучения с подобными себе, потому что переселился Ты из страны света и перешел в страну неведомую. 90. Сам Господь досохранит Тебя. 90. Страница 436, пункт 76. 90. Бесплоден Дух мой, Господи, и не может творить хвалебных песнопений, посему, как Анне, даруй Духу моему плодоносие и чадородие, чтобы рожденное слово, исшедшее из уст моих, принесено было в жертву Тебе, как сын неплодный. 91. Молилась Тебе, Анна, и дала обет, Тебе обещала, о чем умоляла Тебя, получила от Тебя просимое и отдала Тебе. 91. Так возблагодарила получившее и прославился податель. 92. Кто не изумится сокровищем мудрости Твоей? 93. Дар по благости данный подателем возвратила приявшая. 94. Прияла она дар и в жертву принесла подателю. 94. Приятно было подателю, когда не спосылал он дар, но гораздо стало приятнее, когда дар его возвратили и принесли ему в жертву. 95. Давая дар, он был подателем, приемля, стал должником. 95. Анна скорбела, когда просила дара, но как скоро она получила, то с радостью возвратила назад. 96. Как дивен податель, который наперед дал Анне, чтобы могла она обратно отдать ему. 96. От него только могла она получить дар, и от нее только желал он получить обратно. 97. Благословен давший и обратно приявший. 97. Человечество умоляет Тебя, чтобы по благости Твоей не спасал Ты ему дар. 98. Дара просит оно у Тебя, и то уже дар благодати, что может оно просить, и Ты обратно приемлешь от него свое. 98. Прошу Тебя, дай мне дар, чтобы Тебе же принесть его в жертву. 99. Твое хочу отдать Тебе, потому что Ты одарил меня. 99. Из Твоего только сокровища, Господи, могу принести Тебе жертву, потому что весь я Твой. 99. Из Твоих сокровищ приял я, что могу принести Тебе, и то, что хочу воспевать Тебе, Господи, Твой же дар. 99. Если и малое добро, какое есть в нас, умножаешь так обильно, то во сколько крат обильнее умножатся в нас дары Твои. 99. Бедны гусли мои, благодать Твоя довложит в них песнь, да извлечет из них стройные звуки хваления, чтобы и от гусли своих мог и принести Тебе нечто в жертву. 99. Как должны хвалиться и паства Твоя, и приставник в дому, потому что последний приготовляет и принимает от него же сокровища. 100. Из Господнего достояния расточает он и получает похвалу за верность и рачительность. 100. Великое сокровище Твое, кто может исчислить его? 100. Есть в нем запасы, которые выше нашего представления. 100. Есть в нем богатства, которые и определить мы не в состоянии. 100. В нем полнота, обогащающая торжников. 100. Предоставь, Господи, сокровенное тому, кто может принять сие. 100. Храни тайное для достойных, а мне дай нечто из открытого, чтобы по мере сил моих воспели Тебя гусли мои. 100. Сподоби меня, Господи, прославить словом дела Твои. 100. Не имеешь ты нужды, чтобы перечисляли Тебе дивные дела Твои. 100. Но ради меня да обновляет их любовь Твоя и вновь да выслушает о них из уст моих. 100. Наперед уже, прежде, нежели человек начнет молиться, известно Тебе, Господи, какова и какой цены молитва Его. 100. Однако же, как скоро преклонит Он колено на молитву, преклоняешь и Ты ухо Твое, чтобы снова внять ей. 100. Перед Твоим всеведением открыто и прошедшее, и настоящее. 100. Будущее, по милосердию Твоему, как бы сокрыл Ты, чтобы в свое время воззреть на Него, как на новое, хотя и известно оно Тебе. 100. Но чтобы не подумали мы, будто известно Ему только явное, премудрость Ему наперед открыла и сокровенное. 100. Из того должны мы познавать любовь Его, что и при всеведении своем преклоняет Он слух к молитвам нашим, чтобы выслушать их. 100. Выдержки из книги «Мир с Богом» Билли Граэма Глава 1. В поисках «Изыщите Меня и найдете, если взыщите Меня всем сердцем Вашим» Иеремия 29.13 Великое искание началось для Вас с того момента, когда Вы родились. Может быть, прошло много лет, прежде чем Вы это поняли, прежде чем Вам стало ясно, что Вы беспрерывно ищите. Ищите что-то, чего у Вас никогда не было. Ищите то, что важнее всего в жизни. Иногда Вы пытались забыть об этом. Иногда старались забыться, чтобы не оставалось ни времени, ни мыслей для чего-либо другого, кроме самых ближайших дел. Иногда Вы, может быть, чувствовали даже, что освободились от этой необходимости искать то, чему нет даже названия. Бывали моменты, когда Вы были уже почти в состоянии совершенно бросить эти поиски. Но Вас снова охватывало это чувство, и Вы всегда начинали поиски заново. В самые одинокие минуты Вашей жизни Вы смотрели на других мужчин и женщин и спрашивали себя, ищут ли они тоже то, чего не могут назвать, то, почему они тоскуют и что им нужно. Некоторые из них, казалось, были гораздо счастливее, чем Вы. Их ноша была легче. Одни, казалось, нашли удовлетворение в браке и семейной жизни. Другие отправились за славой и богатством в чужие страны. Третьи остались дома и благоденствовали. И смотря на них, Вы, может быть, думали, у этих людей нет великих исканий. Они нашли свой путь. Они знали, чего хотели, и смогли это взять. Только я иду по дороге, которая никуда не ведет. Задаю себе вопрос и ищу, спотыкаюсь на этой темной дороге, приводящей в отчаяние, потому что в ней нет указателей пути. Но Вы не одни. Все человечество в пути вместе с Вами, потому что все человечество охвачено этим исканием. Все человечество ищет ответа своему смятению, ответа на нравственную немощь, на духовную пустоту, гнетущую мир. Все человечество вызывает о руководстве, о том, чтобы о нем позаботились, чтобы дали ему мир. Нам говорят, что мы живем в эпоху тревоги. Историки указывают, что только несколько раз за всей историей мира человек испытывал такой страх и неуверенность. Снесены все привычные устои. Мы говорим о мире, но нам грозит война. Мы придумываем подробные планы для безопасности, но ее нет у нас. Мы хватаемся за всякую плывущую мимо соломинку. Но если даже нам удается схватить ее, то она исчезает. В течение многих поколений мы неслись, как испуганные дети, из одного тупика в другой. И каждый раз говорили себе, что это правильный путь, он приведет нас туда, куда мы хотим. И каждый раз мы ошибались. Один из первых путей, который мы избрали, назывался политическая свобода. Дайте каждому политическую свободу, говорили мы, и мир будет счастлив. Дайте нам самим избрать своих правителей, и у нас будет правительство, при котором будет стоить жить. И так мы достигли политической свободы. Но мир не стал лучше. Газеты ежедневно сообщают о подкупах на верхах, протекции любимцев, об эксплуатации, о лицемерии, которая не уменьшилась. А иногда даже превосходит деспотизм древних королей. Политическая свобода – драгоценная и важная вещь. Но она одна не в состоянии дать нам тот мир, к которому мы стремимся. Другой путь, на который возлагались большие надежды, назывался образование, и в него верили многие. Политическая свобода плюс образование – это верное лекарство, говорили они. И мы все, сломя голову, кинулись на путь образования. Он казался ярким, ярким, светлым, разумным путем долгое время. И мы шли по нему, окрыленные надеждой. Но куда он нас привел? Ответ вам известен. Мы сейчас самые осведомленные люди за всю историю цивилизации. И самые жалкие. Наши студенты знают о физических законах мира больше, чем величайшие ученые во время Аристотеля. Но хотя наши головы набиты познаниями, наши сердца пусты. Самым ярким, самым заманчивым путем из всех остальных был тот, который назывался «высокий жизненный стандарт». Почти каждый считал, что он может довериться ему, что он автоматически приведет его к лучшему радостному миру. Этот путь казался самым правильным. Стоит только нажать кнопку, и все будет готово. Этот путь вел через прекрасное, ярко раскрашенное объявление журналов, мимо сияющих новых автомобилей, сверкающих холодильников и автоматических стиральных машин. Мимо жирных куриц, жарящихся в самых модных блистающих кастрюлях. Мы были уверены, что на этот раз мы поставили на верную карту. Может быть, другие пути вели не туда. Но этот путь уж поведет куда нужно. Хорошо, оглянитесь сейчас вокруг. Вот в эту самую минуту Америка, страна, в которой политическая свобода достигла такой степени, что многим странам цивилизованного мира такое и сниться не может. В Америке создана величайшая, далеко идущая система образования. И нас восхваляют и дома, и за границей за наш высокий жизненный стандарт. Американский образ жизни. Так мы любим называть нашу полностью электрофицированную, полностью автоматическую, сверкающую хромом и никелем экономику. Но разве она сделала нас счастливыми? Разве она дала нам радость, удовлетворение и смысл жизни, который мы искали? Нет. И когда мы самодовольно гордимся достижением того, о чем только мечтало столько поколений. Когда мы пересекаем наши океаны за несколько часов вместо месяцев. Когда мы производим чудодейственные лекарства, вылечивающие самые страшные болезни. Когда мы воздвигаем здания, перед которыми Вавилонская башня кажется жалким муравейником. Когда мы познаем все больше и больше тайн в глубинах океана. И проникаемся дальше и дальше в межпланетное пространство. Теряем ли мы хоть на иоту это ощущение пустоты внутри нас? Могут ли все эти современные чудеса дать нам чувство завершения? Могут ли они объяснить нам, почему мы живем? Могут ли они указать на то, чему нам предназначено научиться? Разве это ужасное чувство пустоты не продолжает существовать дальше? Разве каждое новое открытие многогранности Вселенной дает нам чувство покоя? И вы меньше ощущаете свое одиночество и беспомощность, чем раньше? Разве противоядие против человеческого страха, ненависти, испорченности может быть найдено в какой-нибудь лабораторной пробирке или в трубе телескопа? Мы не можем отрицать, что наука дала человеку много вещей, которые ему были нужны, по его мнению. Но та же наука наградила нас сейчас самым ужасным даром, который когда-либо вручался человечеству. От этого дара науки зависят жизнь и будущее всякого живого существа на этой планете. Он поднимается грозной тенью над нашей пробуждающейся мыслью. Он пронизывает, как спектр ужаса, сны наших детей. Мы делаем вид, что его нет. Мы пытаемся сделать вид, что мы не получили этого дара. Что это все шутка. И в какое-нибудь утро мы проснемся и увидим, что водородная бомба на самом деле не была изобретена и атомная бомба никогда не была сделана. Но утренняя газета говорит нам обратное. Есть другие пути, конечно, и многие идут по ним в эту самую минуту. Эти пути славы и удачи, наслаждения и власти, ни один из них не ведет никуда, кроме трясины. Мы запутались в паутине собственного мышления. Мы так прочно сидим в умном, придуманной западне, что не видим больше ни причины, ни средства против болезни, причиняющие нам смертельные мучения. Если правда, что против всякой болезни есть средства, то мы должны поспешить найти его. Песчинки на часах цивилизации быстро струятся вниз. И если путь, ведущий к свету, есть путь назад, к духовному здоровью еще есть, то мы не должны терять ни часа. Многие спотыкаются в это время кризиса и видят, что все их усилия приводят лишь к тому, что они вязнут еще глубже. В прошлом году американцы израсходовали 125 миллионов долларов на предсказания гадателям. 125 миллионов долларов истраченных сметенными, испуганными людьми на таких же заблуждающихся людей, чтобы те дали им ложные ответы на мучащие их вопросы. В прошлом году свыше 16 тысяч американцев, не смогших получить даже и таких ложных ответов, покончили с собою, предпочтя смерть дальнейшему блужданию в этих созданных человеком джунглях, носящих название цивилизации. Итак, спросите вы, где же мы находимся теперь? Где мы сейчас и куда идем? Позвольте мне сказать вам, где вы и что вы из себя представляете. Мы нация опустошенных людей. Наши головы забиты знаниями, в то время как наши души – это духовный вакуум. Мы жалуемся на то, что молодежь нашей страны потеряла свой пыл, свой стимул, охоту к работе и движение вперед. Каждый день мне приходится слышать от родителей, что они не понимают, что такое с их детьми. Они не хотят делать над собой никаких усилий, они только требуют, чтобы им все давалось. Родители, по-видимому, не сознают, что их хорошо образованные, тщательно воспитанные дети, в сущности, совершенно пусты внутри. Они не исполнены того духа, притворяющего труд в радость. Они не исполнены решимостью, делающей продвижение вперед удовольствием. Почему же они пусты? Потому что они не знают ни того, откуда они пришли, ни почему они здесь, ни куда они направляются. Они похожи на ряды автомобилей, детали которых выработаны до совершенства, но танки которых не наполнены бензином. Изумительная внешность, а внутри пустота, лишающая их силы. Поэтому они стоят на месте и ржавеют, ржавеют скукой. Говорится, что Америка стоит на первом месте в мире по той скуке, которая приходится на голову каждого жителя. Мы знаем это, потому что у нас самое большое разнообразие и больше всякого вида развлечений, чем в любой стране. Люди стали такими опустошенными, потому что они не могут даже занять самих себя. Они должны платить другим людям, чтобы те их развлекали, заставляли смеяться, пытались создать им на несколько минут ощущение тепла, радости, приятного удобства. Старались бы заставить их забыть это ужасное чувство опустошенности, внушающее такой дикий страх, чувство потерянности и одиночества. Может быть, вы считаете, что скука имеет не такое большое значение. Каждому человеку становится иногда скучно, это только естественно. Но позвольте мне рассказать вам о скуке, об этой опасной апатии, которая охватывает всю страну, умы и сердца людей. Человек – единственное Божье создание, которое в состоянии испытывать скуку. Ни одно живое существо, кроме человека, не может наскучить самому себе или ему может наскучить окружающая его обстановка. Это очень показательно, потому что наш Создатель ничего не делает бесцельно. И если он оделил человека способностью скучать, он сделал это с определенной целью. Скука – одно из самых верных средств для мирива своей внутренней пустоты. Она также точно как термометр и точно показывает нам, насколько у нас пусто на душе. Человек, который постоянно скучает, живет и работает в пустоте. Внутреннего пустота, а природа не терпит пустоты. К числу непоколебимых законов мира относится закон о том, что всякая пустота должна быть заполнена и притом немедленно. Нам не возвращаться к древности, чтобы убедиться, что происходило с нациями опустошенных людей. Не стоит заглядывать в прошлое, дальше недавней истории Германии, Италии и России, чтобы увидеть, с какой невероятной быстротой природа заполняла пустоту в человеческих душах. Фашизм и коммунизм не могут найти место в сердце и душе человека, если он исполнен Духом Божьим. Но они легко проникают в умы и сердца тех, кто опустошил себя и ждет наполнения. Природа не терпит пустоты, но от нас, как от индивидуумов, зависит решить, чем будет заполнена наша внутренняя пустота. Вот в каком положении мы находимся сегодня. Нация опустошенных людей. Мы пытались заполнить наши души наукой и образованием, лучшим образом жизни и развлечениями, и многими другими вещами, которые мы, по нашему мнению, хотели. Но мы все-таки пусты. Почему же мы так пусты? Потому что Творец создал нас для Себя, и мы никогда не обретем нашей цельности и полноты без общения с Ним. Иисус Христос сказал нам уже давно, что не хлебом единым жив человек. Но мы не обратили на это внимания. Мы стали пичкать себя хлебом всякого рода. Мы пичкали себя, пока не заболели. Мы не можем выдержать ужасной пустоты в наших душах. Мы не можем смотреть на одинокую дорогу отчаяния, лежащую среди нас. Мы отчаянно устали от ненависти, жадности и страстей в наших душах, но бессильно избавиться от них и напомнить нашей душе чем-нибудь лучшим. Время имеет большое значение. Орудия полного уничтожения даны нам в руки, и мы не можем больше бродить по ложным путям, не можем больше исследовать никаких известных путей, не можем больше позволить себе попадать в тупики. У нас нет больше столько времени. Ибо наше поколение завершило то, что другие поколения только пытались сделать, или только мечтали об этом. Самые безумные минуты упоения власти беспринципностью. Мы добились орудия полного уничтожения. Мы — свидетели апогея человеческого безумия. Атом расколот. Как должны были смеяться демоны, когда самые блестящие умы на земле бешено работали целые годы, чтобы добиться этого ужаса? Расщепленный атом! Разделяй и властвуй! Раскалывай и разрушай! Потрясай, снеси, разметай! Тот с копытом сделал свою работу, и люди стремились помочь ему. Мы видим теперь шедевр сатаны, его умный профиль на фоне расщепленных языков божественного огня. Ибо и сатанинские огонь, и божественное пламя идут сверху. Эти огни разметываются, освещают, мгновенно преображают все, чего они касаются. Но только с какой разницей? С той разницей, которая есть между адом и небом. Мы живем в мире, в котором все поставлено вверх ногами, все находится в смятении. Будьте уверены, что это смятение входит в сатанинские планы. Библия говорит нам, что сатана — великий обманщик, и посвятил себя нашему самообману и тому обману, который разделяет все народы мира. Он заставил нас поверить, что жизнь будет лучше, когда на самом деле она становится хуже. Блестящий английский ученый доктор Генри Битт говорит, удобный эгоизм 90-х годов, когда считалось почти что гарантированным, что мир автоматически движется вперед к совершенству, теперь невозможен. Смутная надежда на то, что образование, гуманизм и прогресс постепенно и неизбежно приведут к своего рода утопии, была полностью опровергнута событиями за последние 25 лет. Все это не так просто. Сатана не умер. Власть и сила тьмы все еще жива, и весь мир все еще находится во зле. Мы все сознаем, что с начала этого столетия мир радикально изменился. Мы отдаем себе отчет в его ускорившемся темпе, в духе революции, сметающем установленные границы и традиции, в той быстроте, с которой наш язык, моды, обычаи, жилища, наш образ жизни и мысли переродились и изменились. Только несколько лет тому назад дети восхищались мыслью отправиться на пристань и посмотреть на пришедшие большие пароходы. Сегодня они равнодушно смотрят на геликоптеры и турбинные самолеты. Мы, считавшие раньше чудом телеграф, теперь совершенно равнодушны к такому чуду, как телевидение. И так давно еще многие человеческие болезни считались безнадежными и неизлечимыми. Теперь у нас есть такие действенные лекарства, что многие болезни старости стали уже редкостью. Мы многого достигли, в этом нет никакого сомнения. Но при всем этом прогрессе, человек не разрешил основной проблемы человеческого рода. Мы можем построить высочайшее здание, быстрейшие пароходы, длиннейшие мосты, но мы все еще не можем управлять сами собой и жить в равенстве и мире. Мы можем создавать громадные новые школы, искусство и музыки, открывать все новые и лучшие витамины, но наши заботы остались теми же самыми. И это те же заботы, которые всегда были у человека, только они умножились и увеличились. Они могут предстать пред нами в новом образе, они могут причинять нам более острые мучения и большую тревогу. Но в основном мы подвержены тем же искушениям, тому же суду, тем же испытаниям, которым всегда было подвержено человечеству. Ибо всегда с того самого момента в саду Эдема, когда человек избрал свою волю вместо воли Бога, человека мучили те же самые проблемы. Причина их изложена в первой книге Бытия. Ужасные последствия, созданные ими, изложены в первой главе посланий к римлянам. И Евангелие Иисуса Христа дает нам исцеление от них. Испорченная и греховная природа человека наполняет его душу ненавистью, завистью, жадностью и ревностью. Проклятие греха на его плоти, и он от века и до ныне преследуется страхом смерти. Его изобретательный ум позволил ему изменить все, кроме самого себя. Ибо человек, несмотря на громогласно восхваляющийся прогресс нашего времени, остается таким же самым, каким он был и в начале. Грех тоже остался без изменений, хотя человек сделал все возможное, чтобы изменить его. Мы пытались нарядить его в другие имена. Мы приклеивали новые этикетки на ту же самую бутылку с ядом. Мы старались отскоблить старый сарай и выдать его за новое строение. Мы пытались назвать грех ошибками, или заблуждениями, или недостатками сознательности. Но грех оставался тем же самым. Совершенно безразлично, как бы мы ни пытались спасти свою совесть, мы все равно знали, что люди все еще грешны. И следствием греха все еще остаются болезни, разочарования, потери иллюзий, отчаяния и смерти. Страдание тоже не изменилось. Оно началось, когда Адам и Ева с разбитым сердцем смотрели на безжизненное тело их убитого сына Авеля. И впервые познали раздавливающую тяжесть в горе. И оно продолжалось до сегодняшнего дня, когда страдание стало всемирным языком человечества. Никто не избегнет его, каждый испытывает его. Одному из утешавших Иова казалось даже, что это страдание – цель жизни. Ибо он сказал, «Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». 5-7. Смерть тоже осталась той же. Люди пытались изменить ее внешность. Гробовщик стал похоронным бюро. Мы пытаемся смягчить суровость погребальных обрядов. Но как бы мы ни называли это, как бы мы ни приукрашивали и подрумянивали, – холодная, жестокая, реальная смерть. Ее реальность не изменилась за всю историю человечества. Три фактических обстоятельства составляют подлинную историю человечества. Его прошлое полно грехов. Его настоящее заполнено страданием. И в будущем его ожидает абсолютная уверенность в смерти. Библия говорит, и как человекам положено однажды умереть, а потом в суд. Для рядового человека это кажется жестоким и безнадежным. Сотни философских теорий и многие религии были придуманы людьми в их попытках обойти Слово Бога. Современные философы и психологи все еще пытаются сделать вид, что есть какой-то другой путь, кроме пути Христа. Но человек испробовал их все, и ни один из них никуда еще не привел его. Христос пришел, чтобы дать нам ответы на три из вечных вопроса о грехе, страдании и смерти. И только Иисус Христос, и Он один вечен и неизменен. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Все остальное может меняться, но Христос остается неизменным. В Бензонном океане человеческих страстей Христос стоит спокойно и твердо, готовый приветствовать всех, кто обратится к Нему и примет благословение, безопасность и мира. Ибо мы живем в век благодати, в котором Бог обещает, что каждый желающий может прийти и принять Сына Его. Но этот век благодати не будет длиться бесконечно. Мы живем теперь лишь благодаря долготерпению Божию. Дьявол, глава пятая. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов, злобы поднебесных. Иисус Христианам 6.12 Во всем, что происходит, сегодня замешана сатанинская первопричина. Библия, описывая этого древнего врага, говорит «Великий дракон, древний змей, называемый дьявол и сатаною, обольщающий всю вселенную». И мы знаем, что он смущает всех людей и народы. Дело рук его видно на каждом шагу. Стоит только выразить надежду, что в наше время приближается мир, как сразу же снова происходит взрыв недоразумений, подозрения и недоверия. И вся долгая и терпеливая работа идет на смарку. Ибо сатана исполнен решимости, чтобы темная и безрадостная река человечества продолжала свой мучительный путь до конца времен. Он победил Адама в Эдеме. И он убежден, что может владеть душами всех потомков Адама. И в мире нет ни одного мыслящего человека, который не задумывался бы многократно над существованием дьявола. В том, что он существует, сомнений нет. Мы на каждом шагу встречаемся с его властью и влиянием. Вопрос не в том, есть ли дьявол, а в том, как и почему он возник. Из истории Адама и Евы мы знаем, что дьявол существовал еще до сотворения первого человека Богом. Зло уже существовало, иначе Бог не создал бы дерево, плоды которого давали познание добра и зла. В таком дереве не было бы необходимости, оно было бы невозможно, если не имелось наличия зла и не было необходимости в защите от него. Здесь мы стоим перед самой великой тайной, самой значительной из всех тайн, самым необъяснимым вопросом. Как мог Бог, всемогущий, всеспятой и вселюбящий, создать зло или допустить дьявола создать его? Почему Адам должен был подвергнуть искушению? Почему Бог не поразил дьявола смертью, когда тот вошел в змея, чтобы внушить порочные мысли Еве? Библия дает нам некоторые намеки на то, что может быть ответом на этот вопрос. Но Библия совершенно ясно подтверждает также, что человеку не дано знать полного ответа до тех пор, пока Бог допускает дьявола и все его козни, способствующие выполнению его великого плана. То падение Адама задолго до самого существования Адама, мир, созданный Богом, был, по-видимому, разделен на сферы влияния, каждая из которых находилась под наблюдением ангела или архангела, ответственных непосредственно перед Богом. Апостол Павел говорит нам о том, что на небесах и что на земле, видимые и невидимые, престолы ли господства ли, начальства ли, власти ли, все им и для него создано. Колоси нам 1.16 Библия часто упоминает об ангелах и архангелах, показывая, что между ними был установлен порядок, и некоторые были могущественнее других. Возможно, что дьявол был таким могущественным небесным властелином, царствовавшим над землей, как своей областью. Известный как Люцифер, святоносец, он должен был стоять очень близко к Богу, так близко, что в сердце его закралось честолюбие, и он решил не быть больше возлюбленным слугой Господним, а стать наравне с самим Богом. В это мгновение мир, бывший прекрасным и гармоничным по воле Бога, раскололся, и часть его воспротивилась Богу. Дьявол бросил вызов Богу и пытался утвердить свою собственную власть. Он отказался от своего положения в божественном управлении, и, спустившись в низшие небесные сферы, заявил, что он равен высшему Богу. Бог поставил его некогда князем мира сего, и Бог не снял его еще с этого поста, хотя смертью Христа было положено законное основание для его удаления. С момента своего отпадения дьявол находится в непрерывной борьбе с Богом. Как могущественный царь, с тьмами ангелов, находящихся под его властью, он установил на земле свое царство. Иисус Христос и его ученики отдавали себе полный отчет в существовании дьявола. В Евангелии Матфея приводится подлинный разговор между Иисусом Христом и дьяволом. 4.1 Совершенной реальностью был дьявол и для фарисеев, настолько реальным, что они обвиняли Иисуса Христа в том, что он сам действует силой дьявола. 12.24 Матфея У Иисуса Христа не было сомнений ни в существовании дьявола, ни в той власти, которой он пользуется на этой земле. Сила дьявола ясно показывается в послании апостола Иуды. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнесть укоризненного суда, но сказал «Да запретить тебе Господь». Современное непонимание личности дьявола в сильной степени является следствием карикатурных изображений, ставших особенно популярными в Средневековье. Чтобы уменьшить свой страх перед дьяволом, люди издевались над ним, изображая его смешным, отталкивающим существом с рогами и хвостом. В руку его вкладывались вилы, на лице изображалась слабоумная усмешка, и при виде такого изображения люди невольно задавали себе вопрос «Кто же боится такой смешной фигуры?» Истина, однако, заключалась в том, что дьявол – существо, обладающее высшим умом, могущественный и талантливый дух с даром бесконечной изобретательности. Мы забываем, что дьявол был, может быть, самым великим, самым одаренным ангелом Божиим. Он был совершенным духом, решившим воспользоваться своим божественными дарами для своих собственных целей вместо Божиих. Его аргументы блестящие, его планы изобретательны, его логика почти неопровержима. Дьявол – могущественный противник Бога, не скачащее существо с рогами и хвостом, а величественный князь с неограниченной силой и блестящим умом, способный использовать всякую возможность, чтобы проявить себя, умеющий повернуть любое положение в свою пользу. Дьявол вполне способен произвести ложного пророка, о котором предостерегает Библия. На развальных современного неверия и сомнений дьявол создаст ложного царя Антихриста. Он создаст религию без спасителя. Он построит церковь без Христа. Он призовет служить ему без Божьего Слова. Апостол Павел предсказал это, говоря, «Но боюсь, чтобы как змей хитрости своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришел, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. Мы знаем, что Антихрист появится и будет пытаться увлечь сердца и умы людей. Срок приближается. Сцена готова. Смятение, страх, паника царят во всем мире. Знамения о ложном пророке встречаются на каждом шагу. И многие смогут быть очевидцами того рокового момента, когда начнется последний акт этой извечной драмы. Это может произойти и в наше время, ибо темп ускоряется, события наступают быстрее. И повсюду мы видим людей, мужчин и женщин, сознательные или бессознательные, избирающих ту или иную сторону – дьявола или Бога. Это будет борьба не на жизнь, а на смерть. В самом подлинном смысле этого слова. Борьба, в которой не будет пощады, не будет помощи или исключений. Человеческая стадия этой борьбы началась в райском саду, когда дьявол соблазнил человечество и увлек его от Бога. Заставил каждого человека пойти по своему собственному пути в силу бесчисленного множества противоречивых желаний. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Это будет продолжаться до конца времени, до тех пор, пока сила добра не восторжествует и не возведет на престол истинного Царя. В настоящий исторический момент стоят лицом к лицу два могущественных триединства – Пресвятая Троица, Отец, Сын и Дух Святой. И ложное триединство Сатаны, поклонение которого он хочет добиться от человечества. Триединство Сатаны, Дьявол, Антихрист и Лжепророк, описанное в Откровении от Святого Иоанна. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам». 16.13 Ни на секунду, ни наяву, ни во сне не покидают вас две эти силы. Нет такого мгновения, когда мы не могли бы добровольно решить, последуете ли вы за одной или за другой. «Дьявол всегда стоит подле вас, искушая, соблазняя, угрожая льстя. И всегда стоит по другую сторону от вас Иисус Христос, вселюбящий, всепрощающий, ожидающий, что вы обратитесь к Нему и попросите Его помощи, готовый дать вам сверхъестественную силу, чтобы противостоять злу». В минуты вашей величайшей тревоги и скорби, в минуты, когда вы чувствуете себя беспомощным перед гнетом событий, с которыми вы не можете справиться, когда отчаяние и разочарование овладевают вами, именно в эти минуты дьявол старается воздействовать на самую слабую вашу сторону, чтобы толкнуть вас еще дальше по тому пути, которым пошел Адам. В эту гибельную минуту вспомните, что Иисус Христос не покинул вас. Он не оставил вас без защиты. Та же, как Он восторжествовал над сатаною в свой час искушения и испытания, так обещал Он, что и вы можете одержать ежедневные победы над Искусителем. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Та же Библия снова и снова твердит нам об любви Господа, снова и снова предостерегает нас от дьявола, встающего между нами и Богом, а дьявола, который всегда ждет момента, чтобы уловить в свои сети человеческую душу. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Библия описывает дьявола как личность. Он управляет тьмами демонов, старающихся овладеть и направить все человеческие действия по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в ценах противления. Не сомневайтесь ни на мгновение в существовании дьявола. Это личность и совершенно реальная личность. И он чрезвычайно умен. Взгляните на первую страницу вашей сегодняшней газеты, если вы сколько-нибудь сомневаетесь в существовании дьявола. Включите ваш радиоаппарат или послушайте по телевизору новости дня, если вам нужны явные доказательства. Разве здравомыслящие мужчины и женщины вели бы себя таким образом, если бы они не были в когтях зла? Разве могли бы люди с сердцем, преисполненным Божьей любовью и благостью, так предавать и совершать подобные акты насилия и злобы, о которых мы слышим каждый день? Разве могли бы образованные, интеллигентные, честные люди собираться за столом конференции и проявлять полное непонимание потребностей и целей других людей, если бы их образ мыслей не был сознательно затемнен и испорчен? Современный разум может отрицать дьявола, но принцип зла от этого не исчезает. В наши дни это учение отброшено. Но он добавляет, если мы не можем больше считать, что существует зло, приписывая его дьяволу, мы все же можем уничтожить, не можем уничтожить факта существования самого зла. А грех – это темный факт, как бы его ни объяснять. Грех воистину темный факт. И он вздымается с титанической силой, бросая вызов всему добру, которого стараются достичь люди. Он вздымается, как темная тень, всегда готовый затмить всякий свет, который может упасть на нас свыше. Мы все знаем это. Мы все это видим. Мы все сознаем это в каждом движении души и сердца. Мы можем называть это как хотим, но мы сознаем реальность его существования. Потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мероправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Как же объясняет отрицающий дьявол а ту быстроту, с которой распространяется зло? Как они объясняют те бесконечные препятствия, которые ставятся на пути праведных? Какими доводами могут они разубедить в том факте, что разрушение и гибель распространяются с молниеносной быстротой, в то время как созидательная работа и восстановление происходит так ужасающе медленно? Киньте на воздух лживые слова, распустите клевету. И как по волшебству эти слова достигнут сразу же самые отдаленные места. Но скажите правду, совершите великодушный и честный поступок, и невидимые силы сразу же примутся за работу, стараясь скрыть и затемнить этот крохотный луч света и надежды. Никто добровольно не возбегает храмов в честь дьявола, никто не строит кафедр, с которых произносят его проповеди. Но его слова слышны повсюду, и слишком часто мир притворяет их в отчаянные поступки. Если нет невидимых сил, старающихся опорочить человеческие сердца и исказить мысли, то как же вы можете объяснить человеческую готовность слушать все низкое, подлое и порочное? В то время как к чистому, доброму и светлому люди остаются глухи. Разве кто-нибудь из нас отвернулся бы когда-нибудь от прекрасного спелого плода, чтобы взять гнилой плод источный червями и дурно пахнущий, если бы нас не толкало на это страшный выбор, великая и мрачная сила? А это именно то, что мы постоянно делаем. Мы все время отворачиваемся от того, что прекрасно, богато и возвышенно, и ищем безвкусную, унизительную дешевку. Это работа дьявола, и она процветает всюду. То, что мы видим здесь на Земле, это только отражение сильнейшей борьбы, происходящей между добром и злом в невидимых сферах. Мы считаем, что наша планета – центр Вселенной. Мы придаем слишком много значения земным событиям. Наша глупая гордость доходит до того, что мы можем признавать и считаться только с тем, что явно доступно нашему человеческому зрению. Но той величайшей борьбы, которая происходит в невидимом мире, мы не можем видеть. Древние мудрецы знали об этом. Они понимали, что существует многое, недоступное человечеству глазу и неслышимое для человеческого слуха. Современный человек тешит себя мыслью, что он создал радио и телевидение, что он сделал возможным посылать на расстояние звуки и видимое изображение. Но правда заключается в том, что эти волны, неизвестные раньше человеку, существовали всегда, и в мировом пространстве еще немало величайших чудес, о которых человек пока не имеет ни малейшего понятия. Что эти чудеса существуют, было известно пророкам древности. Но даже и они могли только догадываться о их множестве, даже они могли уловить лишь отдаленное эхо страшнейшей борьбы, происходящей в сферах. Частью той цены, которую Адам заплатил, поддавшись наговорам дьявола, была потеря возможности видеть духовную связь. И для себя самого, и для всего человечества он потерял способность видеть, слышать и понимать все, что не является материальным по существу. Адам исключил себя из чудес и великолепия невидимого мира. Он потерял силу прорицания, способность предвидеть будущее, и таким образом лучше понимать и исполнять работу сегодняшнего дня. Он потерял чувство непрерывности, единства с миром и всеми живущими существами. Он отделил себя от Бога и стал враждебным существом в Божьем мире. Но если мы переживаем удары судьбы или трагедию болезни, если мы испытываем на себе последствия наших собственных грехов, то мы сразу упрекаем за это Бога. Мы терпеливо и внимательно разбираем наши телевизоры, если они не дают нам того, что нам нужно. Но мы сразу обвиняем Бога и Его мир, если все видим в искаженном виде. Достаточно, чтобы кто-нибудь получил повышение по службе, на которой мы рассчитывали. Или кто-нибудь, кого мы считаем менее достойным, имел успех в том, в чем мы потерпели неудачу. И мы сразу начинаем кричать о несправедливости Бога. Мы хотим знать, почему Бог допускает такое неравенство. Мы совершенно потеряли из виду тот факт, что Господь, как главный инженер станции, все время посылает нам совершенный образ своей любви и справедливости, и вина за их неправильный прием этих передач кроется в нас самих. Зло и искажение в наших душах мешает нам видеть и чувствовать совершенный Божий мир. Наш грех предает тусклость всей картины и не дает нам быть чистыми чадами Божьими, а не чадами зла. Апостол Павел сказал за нас всех, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Апостол Павел узнал угрожающего врага, могущественного противника всего человечества, и воскликал, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. И так, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха. Апостолу Павлу были совершенно ясны два могущественнейших противника, и он отдавал себе полный отчет в том, как человек раздирается между обоими силами притяжения. Сила добра притягивает ум и сердце к Богу, в то же время как сила зла старается увлечь тело смерть и разрушение. Вы захвачены теми же двумя силами – жизнью и смертью. Изберите, Господень, путь, и вы найдете жизнь. Изберите путь сатаны – и будет смерть. Глава шестая. Что ожидает нас после смерти? «Один только шаг между мной и смертью» – 1 Царств, 23 стих. Сказано было, что вся жизнь есть приготовление к смерти. Псалмопевец говорит, кто из людей жил и не видел смерти? Наше время считается веком свободы мысли. Мы стремимся изменить мир и управляющие им законы посредством знаний, науки, изобретений, открытий, философии и материалистического мышления. Мы пытались поставить на престол ложных богов деньги, славу, человеческий разум. Но что бы мы ни пытались сделать, конечный результат остается тот же самый. Человекам положено однажды умереть. В самом рассвете мы видим смерть на каждом шагу. Вой сирены, машины скорой помощи, рекламы похоронного бюро, кладбища, мимо которых мы часто проходим, катафалк, движущийся посреди улицы – все напоминает нам, что смерть своей косой в любую минуту может подкосить нас. Никто из нас не может быть уверен, когда этот момент наступит, но мы все знаем, что он может прийти в любую минуту. Наша жизнь висит на тонких ниточках. Могила зияет под нашими ногами на каждом шагу нашего жизненного пути. Смерть – враг всего мира. Даже цари должны склонить свою голову под ее лезвие. Ученый и врач стараются отогнать это чудовище от врат дворцов. Но лукавая повелительница ужаса упорно проскальзывает мимо стражи, скользит по коридорам в королевские спальни и покрывает могущественных правителей своим темным плащом. Каждый год 40 тысяч американцев садится в свои автомобили, мало думая о том, что это будет их последней поездкой. Несмотря на все принимаемые меры предосторожности, еще дальнейшие 30 тысяч людей погибают дома от несчастных случаев, когда мысль о смерти совершенно была далека от них. Ибо смерть бесперерывно косит людей. И несмотря на то, что медицинская наука и инженеры безопасности ведут против нее постоянную борьбу, смерть в конце концов всегда выходит победительницей. Благодаря этой давнейшей борьбе науки мы теперь можем пользоваться преимуществом нескольких лишних лет жизни. Но смерть все еще стоит в конце нашего пути. И продолжительность жизни рядового человека все еще ненамного превышает библейский срок в 70 лет. Болезни сердца по-прежнему подкашивают. Слишком много наших граждан в расцвете их жизни. Рак вгрызается болью в тела тысяч людей. Туберкулез, болезни крови, детский паралич, воспаление легких требуют свою дань. Хотя медицинские исследования сильно сократили их ежегодные размеры. Но как бы оптимистичны не были статистические сведения, сколько бы ни повысилась средняя продолжительность жизни с начала нашего века. Каковы бы ни были цифры убийств, самоубийств и других видов насильственной смерти. Неизбежный факт самой смерти остается неизменным. И это все-таки наше последнее переживание на Земле. С того мгновения, когда рождается ребенок, начинается борьба против смерти. Мать посвящает целые годы защите жизни своего ребенка. Она следит за пищей, за одеждой, окружающей обстановкой, медицинскими советами, прививками. Но несмотря на все любящие заботы, ребенок уже начал умирать. Пройдет немного лет, как уже появятся первые признаки слабости. Зубной врач установит разложение в наших зубах. Для подкрепления ослабевающего зрения понадобятся очки. Кожа начнет морщиться, плечи согнутся, наша походка замедлится и станет менее уверенной. Хрупкость наших костей возрастет по мере того, как уменьшится наша энергия, и почти не замечая этого, мы станем уже ближе к смерти. Страхование на случай болезни и пребывание в больнице смягчат нам удар. Страхование жизни будет использовано для покрытия наших последних расходов и обязательств. И мы внезапно убедимся, что вся наша жизнь была долгой и нескончаемой борьбой со смертью. Мы увидим, что мы вели состязание, единственным выигрышем в котором может быть надежда на несколько лишних лет. И как бы мы ни старались перехитрить нашего противника, в конце концов мы знаем, что смерть всегда победит. Как таинственен этот наш враг. Так же таинственен, как и сама жизнь. Ибо та жизнь, которую мы видим вокруг себя в изобилии растений, животных и человеческих существ, не может быть ни создана нами, ни объяснена. Смерть так же не подается объяснению, хотя мы так же ясно отдаем себе отчет в ее существовании, как и в жизни. Как мы не любим, однако, говорить о ней или признавать ее значение. Когда зарождается новая жизнь, рождается ребенок, мы радуемся. Когда жизнь уходит и человек умирает, мы стремимся как можно скорее отделаться от мысли о происшедшем. Разве не странно все-таки, что тратя столько энергии на то, чтобы внести в мир жизнь, мы так решительно поворачиваемся спиной к каждому, к важному фактору ухода той же самой жизни с Земли. Сейчас на нашей планете живут приблизительно 4 миллиарда людей. Все они будут через сотню лет мертвыми, их тела перестанут ощущать что-либо. Но как же с их душами, самой существенной, самой вечной частью жизни? В этом и кроется тайна. Что уходит? Что уходит, когда умирает человек? Куда уходит это исчезнувшее нечто? Два года тому назад в городе Денвере в штате Колорадо умер один журналист. Провожавшие его на похоронах слушали на кладбище его голос, записанный на магнитофонную ленту, который говорил «Это мои похороны. Я атеист и был им много лет. Я испытываю глубочайшее отвращение к богословской ерунде. Священники — это моральные трусы. Чудеса — это продукт воображения. Если бы четыре репортера были посланы наблюдать казнь, и они рассказали бы о фактах таким же искаженным образом, как это сделали апостолы в Библии, их бы сразу выгнали из редакции. Я не хочу никаких религиозных песнопений. Мои похороны — просто необходимое соблюдение порядка». Во все времена были люди, которые в своей ненависти к Богу пытались издеваться над церковью, священным писанием и Иисусом Христом. Не представляя никаких доказательств, они вопят, стараясь перекричать голос Божий. История свидетельствует, что Джордж Бернард Шоу, Роберт Ингрессол и многие другие философы пытались также путем аргументов уничтожить страх смерти. Послушаем, как антрополог рассказывает о смерти в джунглях. Там нет никакой богословской ерунды, потому что люди не слышали об Иисусе Христе. Что же там представляет собой смерть? У некоторых племен стариков прогоняют в джунгли, чтобы их там растерзали дикие звери, а молодые не видели бы их в смерти. У других народов оставшиеся близкие сдирают свои одежды, раскрашивают свои тела белой краской в знак траура. Часами длящиеся стоны и вопли женщины оповещают всех, что душа готовится покинуть тело. Смерть вне христианского влияния проникнута ужасом и страхом. Сравните все вышесказанное со смертью христианина. Когда пришел Иисус Христос, Он дал нам новый подход к смерти. Человек всегда смотрел на смерть, как на врага. Но Иисус Христос сказал, что Он победил смерть и отнял у нее жало. Иисус Христос считался с действительностью, побуждая человека приготовиться к смерти, которая неизбежна. Господь сказал, не бойтесь убивающих тела, души же немогущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить. Библия указывает, что в действительности есть две смерти, одна физическая, другая вечная. Иисус Христос предостерегал, что нам надо бояться вечной смерти, гораздо более, чем первой, физической смерти. Он описывал второй род смерти как ад, который представляет собой вечное отдаление от Бога. Он указывал, что смерть тела ничто в сравнении с сознательной и вечной погибелью души. Последние слова умирающих людей дают превосходный материал для исследования тем, кто ищет истины перед лицом смерти. Доктор Вильбур Смит в своей выдающейся книге «Поэтому остановись» производит несколько описаний последних часов на смертном адре некоторых знаменитых людей, не бывших христианами. Как разница от них описания смерти христианина, который покаялся в своих грехах и по вере признала Иисуса Христа своим личным спасителем. В том колледже, который я посещал долгие годы, преподавала английский язык и литературу доктор Эфи Виллер. Она была известна своей набожностью, не менее чем знанием преподаваемых ей предметов. В мае 1949 года госпожа Виллер написала доктору Эрдману, директору колледжа, своим коллегам и бывшим студентам следующее письмо. Я чрезвычайно благодарна за ту минуту, которую вы посвятите чтению этого письма. Потому что прежде чем вы разъедетесь на летние каникулы, я хочу, чтобы вы узнали ту правду обо мне, которую я сама узнала только неделю тому назад. Мой врач поставил наконец настоящий диагноз моей длительной болезни – рак неподдающейся операции. Если бы он был христианином, он не был бы так потрясен, не откладывал бы сообщить мне это раньше, потому что он знал бы, как вы и я, что жизнь или смерть нужно одинаково приветствовать, если мы живем по воле и в присутствии Господа. Если Господь назначил мне вскоре прийти к Нему, я сделаю это с радостью. Пожалуйста, не печальтесь обо мне ни минуты. Я не хочу оказать вам, сказать холодное «прощайте», но радостное «до свидания», пока я не увижусь с вами снова в той обетованной стране, в которой, быть может, мне будет позволено открыть перед вами двери. Мое сердце полно любовью к каждому из вас в отдельности. Подписано Эфри Джен Виллер. Ровно через две недели после того, как она написала это письмо, доктор Виллер пристала перед своим Господом и Спасителем, который сдержал свое обещание и отнял жало о смерти. Библия учит, что у вас бессмертная душа. Ваша душа вечная и будет жить вечно. Другими словами, ваше подлинное «я» — та часть вашего существа, которое мыслит, чувствует, мечтает, надеется. Ваше «я», ваша личность никогда не умрет. Библия учит, что ваша душа будет жить вечно в раю или в аду. Если вы не христианин и не возрожденный, то Библия учит, что ваша душа пойдет в место, которое Христос называет адом. Где она будет ожидать суд Божий? Смерть — есть явление, кажущееся неестественным. Есть люди, которые спрашивают, в чем состоит ад. В греческой Библии четыре слова, которые в переводе означают ад. Одно слово «шеол», которое переведено тридцать один раз как «ад» в Ветхом Завете. Это преисподнее, в которое находятся умершие. Оно обозначает невидимое состояние. Слова «скорбь», «боли», «разрушение» употребляются в связи с этим словом. Второе слово «хадес», переведенное с греческого, употребляется десять раз в Новом Завете. Оно обозначает то же, что «шеол» в Ветхом Завете. С ним связаны всегда слова о суде и страдании. Третье слово «тартарус» употребляется только однажды во втором послании апостола Петра 2.4, где он говорит, что согрешившие ангелы будут вернуты в Тартарус. Это слово указывает место суда, как тюрьма, темница, где царит адский мрак. Четвертое слово «гиенна», употребляемое одиннадцать трассы, переведенное как «ад» в Новом Завете. Это название Иисус Христос дал в долине Янон, вместе за стенами Иерусалима, где беспрерывно сжигались нечистоты и мусор. Некоторые спрашивают, учит ли Библию, что в аду буквально горит огонь? Без сомнения. В Библии многократно употребляется слово «огонь» в образе смысле. Во всяком случае, у Бога есть огонь, который горит, но не сжигает. Когда Моисей увидел перновый куст, он изумился, что куст горит огнем, но не сгорает. Три вейских отрока были брошены в огненную печь, но огонь не коснулся их. Ни один волос на их голове не был опален. С другой стороны, Библия говорит о нашем языке, который сам воспаляем от гиенны. Каждый раз, когда мы говорим плохое о нашем ближнем, – это не значит, что мы каждый раз обжигаем себе язык, когда говорим плохое о ближних. Но буквальное или иносказательное понятие не имеет действительности. Если в аду нет настоящего огня, то Бог прибегает к символическому выражению, чтобы дать представление о том, что может быть еще гораздо хуже. По существу своему ад означает отлучение от Бога. Это вторая смерть, которая описывается как вечное сознательное разделение от всего, что есть в свет, радость, добро, праведность и счастье. В Библии содержится много ужасающих описаний того страшного состояния, в котором находится душа через минуту после смерти. Странно, что люди готовятся ко всему, кроме смерти. Мы подготавляем себя к жизнеобразованиям, мы подготавляем себя для коммерческих дел, для карьеры. Мы готовимся к браку, готовимся к старости. Мы готовимся ко всему, кроме той минуты, когда нам надо будет умирать. А Библия говорит, что нам положено один раз умереть. Смерть равняет всех людей. Она лишает богача его миллионов и нищего его лохмотев. Она прекращает жадность и охлаждает страсти. Все хотели бы не думать о ней, тем же не менее, всем придется столкнуться с ней. Князьям и крестьянам. Глупцу и философу. Убийце и святому. Смерть не признает ни возраста, ни классовой принадлежности. Ее боятся все люди. К концу своей жизни Даниил Вепптор рассказывал, как он присутствовал однажды на богослужении в церкви в одной маленькой деревушке. Пастор был простодушным, набожим стариком. Когда молитвы и евангельский текст были прочтены, он сказал с совершенной простотой и серьезностью. Друзья мои, мы можем умереть только один раз. Пояснил проповедь, сказал потом, может быть, эти слова могут показаться слабыми и холодными, но на меня они произвели вдруг такое сильное пробуждающее впечатление, которое мне редко приходилось испытывать. Легко думать о других встречающихся со смертью, но трудно самим помнить о том, что нам тоже придется пережить эту встречу. Когда мы видим солдат, отправляющихся на фронт, или читаем о заключенном, приговоренном к смертной казни, или посещаем смертельно больного друга, мы чувствуем какую-то торжественность, которая окружает этих людей. Смерть предназначена встретить всем, и когда это случится, только вопрос времени. Все другие встречи в жизни деловые или приятные, могут не принимать с этого внимания, но на них можно не прийти, и мы должны тогда нести их последствия. Но этой встречей никто не может пренебречь, ее никто не может отменить. Эта встреча бывает только раз в жизни, и она должна быть. Если физическая смерть была только последствием жизни, проведенной вдали от Бога, нам не нужно было бы так бояться. Но Библия предостерегает нас от второй смерти, изделяющейся вечной разлукой от Бога. Однако в этом есть и светлая сторона. Та же, как Библия пророчит ад грешнику, она обещает и рай праведным. Понятие о рае гораздо легче воспринимается нами, чем понятие о баде. В Библии говорится и о том, и о другом. Если вы переезжаете в новый дом, вы стараетесь узнать все о живущих в нем. И если вы переезжаете в другой город, вы хотите знать о нем все, какие к нему ведут дороги, какие в нем имеются промышленные предприятия, парки, озера, школы и так далее. Поэтому, если мы хотим в каком-либо месте провести вечность, то мы непременно должны что-нибудь знать об этом месте. Сведения о рае мы находим в Библии. Было бы совершенно правильно думать и говорить о них. Если бы мы говорим о рае, то земля по сравнению с ним становится жалкой. Все наши горести и проблемы на этой земле становятся такими ничтожными, если мы представляем себе наше будущее. Христианину до известной степени открывается рай уже здесь, на земле. Он обладает душевным миром, он живет в мире со своей совестью, в мире с Богом. Среди всех тревог и затруднений он может радоваться. Он идет легко, в его душе радость, в его лицо.